Потому что так-то вроде и нет, а даже если делаем, то вот, тут все, тут уже ничего нет. Тут уже кто-то из шпаклевки лепил горбатого, когда-то давно вот она вся отваливается. То есть, видите, цепляться здесь некуда. Народ, всем привет! Очень много мне задают вопросов, как же я убираю ржавчину с продажных машин. Пишут, неужели ты их себе перекрашиваешь? Ну, очень часто приходится, да, чтобы было прям красиво. Но есть многие места такие, грубо говоря, когда повреждение очень небольшое, на крыле в виде жука, да, там, такого, ну, вот, вот, пусть даже там сантиметр на сантиметр, два на два. Но красить из-за него всю деталь, если других повреждений нет, это глупо. Сейчас я вам хочу показать, как за пять минут убрать любой жук, который в дырку еще ему не превратился совсем. Чтобы обойтись без покраски этой детали целиком, а только локально сделать, реально это может сделать любой, это все элементарно. Для этого нам понадобится, как ни странно, стамеска, обычная нормальная строительная стамеска. Преобразователь ржавчины любой, ну и наждачку какую-нибудь после нее сделать. Многим интересно, стамеска зачем? Сейчас покажу. Покажу на примере этой машины. Вот у нас имеется здесь жук, достаточно такой немаленький. Все остальное крыло, в принципе, целое, но вот еще один мелочь, его под краской можно убрать. Но вот это место, ну, оно как бы портит весь внешний вид машины. Соответственно, чтобы это сделать быстренько, берем стамеску и, оп, ей это все сошкрябываем. Сошкрябываем до того момента, пока эта поверхность не станет ровной. Вот до такого состояния мы ее зашкурили. Объясню, почему стамеской. То есть, если это делать наждачкой, то это будет намного дольше. Но небольшие неровности все равно надо наждачкой пройтись. Она, скажем так, уберет достаточно большой слой рыхлой ржавчины и выровняет саму поверхность немножко. Что, если постараться, ну, нам не понадобится тогда делать шпаклевкий слой. Соответственно, вот мы наждачкой это все сделали. Ну, вот такое не очень лицеприятное пятно получилось. После этого, неважно, на продажу машину делать или для себя, обязательно нужно пройтись преобразователем ржавчины. Если этого не сделать, вся ваша работа уйдет на смарку с первым шедождем. Преобразователь реально подойдет любой. Вот любой. Самый дешевый, самый дорогой, неважно. Я беру обычный, наливаю сюда и кисточкой вот это вот все вытравливаю. Вот когда им мы это пятно заделали, ему надо постоять, ну, несколько минут. Хорошо, если у вас есть времени и можно это, чтобы оно стояло минут 20-30, пока само не высохнет. Вот когда само высохнет, то весь процесс, значит, прошел преобразование нормально и будет все это дело ржавчину держать. Пока оно сохнет, можно смело помешать подкраску. Подкраску можно купить в любом магазине. Стоит там рублей, наверное, 250, не больше. И спокойно подкрасить это все дело. Сейчас покажу как. Итак, оно у нас простояло буквально 5 минут. Видите, все это гадость уходит. Вот можно протереть уже. И цвет поменялся, значит, реакция прошла. Ну и по большому счету осталось самое простое. У меня подкраска есть, ну, в стакане я просто слил. А так, если покупаете в магазине, то вам в таких тюбиках примерно дадут. И спокойно это все закрашиваем. Ему сейчас он первый слой просохнет. И потом уже аккуратно делаем второй слой. Второй слой уже будет держать сам цвет. Самое интересное, что через какое-то время цвет вот этого пятна сравняется с цветом самой машины. И уже не будет так в глаза это все кидаться. То есть при маленькой-маленькой даже пыли, которая сядет на машину, не то что грязи, это уже все будет одноцветное. Соответственно, не будет так глаза мозолить, как вот эти вот рыжики здоровые. Вот этого локального ремонта вам хватит ну, не на одну неделю. И не до первого дождя. Если сделаете все не поленившись. Хотя, что уж тут лениться. И так все, в принципе, элементарно и быстро. Ну вот, краска высохла. И практически подкрашенного места и не видать. А я говорю, если сейчас немножечко машина запылится, то это вообще будет не видно на кузове, даже на светлых цветах. С темными намного проще. Оно убирается вообще элементарно. С светлыми чуть подольше. Ну, это, скажем так, начальный уровень. Это самое элементарное. Сейчас еще покажу на примере более глубоких повреждений, как тоже можно это быстро самому все сделать. Так, вот здесь у нас уже повреждения посильнее. Тут уже, скажем так, очень-очень близко к дырам. Но, в принципе, если делать надо даже на время, и жалко отдавать сервис на перекраску, то есть вот эта вот работа, ну, не знаю, как где в регионах, у нас это будет стоить смело тысяч 8, наверное, возьмут. Смысл эти 8 тратить, если можно потратить там рублей 500 на все вместе, сделать самому. Но единственное, время немножко свое придется потратить. Но это не страшно, мне кажется. Технология, в принципе, такая же. Сначала берем, сошкабливаем. Ну, тут, видите, уже с металлом сошкабливается. Для более качественного результата, конечно, лучше снять подкрылок. Но по опыту снимать их очень тяжко, потому что все там, вот смотрите, видите, заржавело. И можно открутить это так, что потом придется переваривать все это дело, потому что его уже некуда будет закрутить из-за того, что там дырит. В принципе, зашкурили. Опять надо обязательно сделать с преобразователем. И это реально вещь нужная и обязательная. Сейчас это все дело у нас коричневое. А нам нужно, чтобы преобразователь поработал, и стала вся поверхность черная. Как она стала черная, значит, реакция прошла. Так, если лень, говорю, что шпаклевка ковыряться с такой, то возьмите однокомпонент. Она в тюбике, как зубная паста, продается, в принципе, в любом автомагазине. Ее ничего там готовить не надо. Прям протянули чуть-чуть, наждаточкой подтерли и готово. Здесь вот у нас уже тоже готово. Вот он стал с коричневого черный металл. Соответственно, я сейчас покажу, как получится, если просто сделать под краской. Если этот результат вас не удовлетворит, то по-любому тогда покупаем шпаклевку, чуть подмазываем, и оно будет вообще идеально, ровно, красиво. В принципе, это все дело буквально с двух метров уже будет особо не видно. Конечно, это шляпа. То есть, вот такие повреждения лучше пройтись шпаклевкой. Ух, ебать, какой брезный-то, блядь. Ну, конечно, это не совсем есть хорошо. Это для совсем лентяев, которые ничего делать не хотят. Я бы по-любому прошелся здесь вот чуть-чуть киранул шпаклевочки. Это подвытер, и получилась бы нормальная вообще бы вещь. Сейчас, конечно, ну, вот так вот я стою, да, грубо говоря, на расстоянии вытянутой руки. Но я знаю, куда смотреть, оно сильно видно. Если мы отойдем чуть-чуть подальше, уже это в глаза не будет пелькаться. И по дороге, когда ты едешь на такой машине, это тоже в глаза как бы не бросается. Можно спокойно ездить не как дебил, что вся машина гнилая, а более-менее подделанная. Но это еще не все. Есть еще один вид джуков, который тоже можно сделать. Но я даже не знаю, сейчас покажу. Опа! Вот у нас идет совсем чуть-чуть дырочка. Вот прям совсем-совсем чуть-чуть дырочка. Как ни странно, это тоже можно сделать. Даже можно сделать самому. На какое-то время хватит. Но по-хорошему, да и по-любому, ты приходишь вот с таким результатом к тому, что нужно будет менять крышку. Если денег на замену нет и неохота тратить, то делается это все элементарно. Напихиваем сюда газеты, стекловолокняной шпаклевкой делаем и можем прямо из баллончика покрасить. Но это совсем ужасно, совсем убого и ненадолго. Такой жук, конечно, даже я поменял бы крышку. Но что, в принципе, на этой машине и будет сделано, крышка пойдет на замену. Потому что так-то вроде и нет, а даже если делаем, то вот. Тут все, тут уже ничего нет. Тут уже кто-то из шпаклевки лепил горбатого, когда-то давно вот она вся отваливается. То есть, видите, цепляться здесь некуда. С другой стороны все то же самое. Вот она. Чуть-чуть ржавенькая, совсем чуть-чуть. Но, в принципе, походит. Если очень надо, пишите. Объясню, как со шпаклевкой все сделать, кто не понимает. Но там элементарно. Мне кажется, там не надо ничего объяснять, и так все понятно. Ну, а мы увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok